Окей. Моя ситуация намного упрощается с учётом того, что Класс сказал, Миколь сказал, поэтому для меня остались только приятные, лёгкие вопросы в этом интересном методе лечения. Но, естественно, хочется сказать, с учётом две женщины, которые получили три Нобелевские премии, благодаря им всё то, что мы делаем в браке терапии, возможно. Поэтому это ещё один пример того, что женщины в медицине вносят огромный вклад. Первое лечение базальом и носом было сделано в 1903 году в Петербурге. Окей. Я, естественно, не касаюсь сложных вопросов радиобиологии. Это было уже освещено. Значит, те преимущества, почему бракетерапия имеет особую роль в лучевой терапии опухолей, кроме того, что было в частности уже сказано Классом. Во-первых, если таргет двигается, то мы не можем уменьшить объём, потому что мы можем сделать маленький объём, если только то, что мы облучаем, оно неподвижно. А если мы, допустим, говорим о том, что мы много делали совместно корень языка, то при каждом движении, в каждом глотании, когда я сейчас говорю про корень языка, каждый из вас начинает глотать, и поэтому, естественно, 3-4 сантиметра из цели корень языка исчезнет. И поэтому, как бы мы ни планировали конформную лучевую терапию, если мы не хотим упустить цель, то мы должны добавить, и поэтому объём будет больше. При бракетерапии сам источник облучения движется вместе с целью, и поэтому это одна из возможностей сделать более конформную лучевую терапию, что невозможно сделать ни с протонной терапией, ни с каким другим способом. Ещё одно преимущество бракетерапии с точки зрения фракционирования. Невозможно с фотонной терапией, с протонной терапией дать 6 фракций в день, или 8 фракций, или даже 24 фракций, что, в принципе, во многих центрах делается. Мы этого не используем, но с фотонной терапией нет возможности сделать 8 фракций в день. А бракетерапия – это, в принципе, достаточно стандартный способ подведения дозы, что обеспечивает акселерированный и гиперфракционированный способ лучевой терапии, что имеет, естественно, свои радиобиологические преимущества. Ну, может быть, не все знают, как выглядит аппарат бракетерапии, поэтому я его показал. Мы сегодня посмотрели, как выглядят ваши аппараты. В Швеции используются только аппараты, которые работают на иридии. Я знаю, что в России используется много кобальтовых машин, кобальт-60. Окей, просто несколько примеров, как это происходит. Опухоль губы. Опять же, можно, естественно, облучать маленький объем. Но для того, чтобы облучать маленький объем, мы должны знать, что мы не упускаем метастазы на шее. Поэтому, почему мы и включили этот доклад, условием проведения конформной лучевой терапии с малым объемом заключается, если мы знаем, что у пациента нет метастазов на шее. Иначе мы должны включить какой-то способ лечения метастазов на шее, хирургический или лучевой. Но если мы уверены, что метастазов нет, то, естественно, мы можем провести бракетерапию. И это 2007 год. И осознательно по-прежнему безрецидивно. То же самое здесь. Это, естественно, хирургически можно лечить такую опухоль. Но, как вы видите, что вся губа поражена опухолю. Поэтому, естественно, грамотный реконструктивный хирург может это сделать. Но все-таки лучше иметь собственную губу. И опять, условием для проведения этой терапии является, если вы тем или иным способом обезопасили, что у пациента нет регионального метастазирования. Другая ситуация. Морфия базалиома. Пациент уже оперирован раньше. Морфия базалиома, она не имеет никаких конкретных границ. Поэтому, если вы начинаете делать хирургию, то очень большая часть носа и щеки вы вынуждены будете удалить. Два катетера, которые решают проблему, естественно, для пациента это огромная выгода. Так это выглядит. Естественно, есть немножко обесцвечивание. Но по сравнению с тем, чтобы рука хирурга при этом сделала, это, конечно, преимущество. То, что нарисовано здесь, это наш ведущий хирург пластический по носу, который могут сделать любой нос. Я его попросил нарисовать, а сколько надо удалить, чтобы это все-таки было радикально. Вы видите, здесь находится опухоль. Поэтому большая часть носа была исчезла. Естественно, есть немножко обесцвечивание. Но все-таки это собственный нос по-прежнему. Бракетерапия можно использовать разные слова и разные понятия. Мы используем ее как то, что я показывал, интерстициальная терапия, когда сам источник находится непосредственно в опухоли. В данном случае идет речь о так называемой контактной бракетерапии. То есть мы ничего не вводим в опухоль. Мы подводим источник облучения к поверхности опухоли. То есть это способ лечения опухоли носоглотки. Элегантный, простой способ лечения носоглотки, который дает возможность дать очень высокую дозу именно там, где она должна быть. Естественно, с современными возможностями протонной терапии, стереотоксической терапии, все это тоже возможно. Но с точки зрения кост-бенефит нет ничего, что более эффективно. И преимущество, что требуется совместная дружеская работа между отолерингологом и онкологом. Можно сделать опухоль верхней челюсти. Требуется лучевая терапия. Не так просто обеспечить конформную лучевую терапию именно в том месте, где не совсем стопроцентный маргинал. Поэтому вот такой небольшой аппликатор обеспечивает возможность подвести дозу прямо там, в верхней челюсти, где это необходимо. То, что фантастические распределения дозы, которые показывал класс, это именно этот ребенок. Вот как выглядит мягкое небо. Это не мы сделали, это тот, кто ее переживал до этого, естественно, мы благодарны за это. Но то, что удалось сохранить хирургам вот эту часть мягкого неба, бракетерапия... Во всяком случае, сейчас это уже не ребенок, она себя чувствует хорошо. Она говорит без каких-то нарушений. У нее нет открытого назолеринга. То есть это тот случай, когда это функционировало так, как это планировалось. Но бракетерапия может и использоваться по другим красивым названиям. Интероперационная лучевая терапия. Сложная вещь. Мало центров, которые это могут обеспечить. В свое время в Каролинском госпитале была такая установка, от нее все устали и перестали использовать. То есть имеется в виду операционная, лучевой аппарат, рана, и вот, значит, облучается. То, что класс показывал, это же ведь то, что класс показывал по поводу лечения простаты у детей, это интероперационная хирургия, но которая обеспечивается дешевыми эффективными методами. И при этом, если обычная интероперационная радиотерапия, это одна фракция, а здесь вы можете сделать, фракционировать совершенно так, как это радиобиологически нужно. В данном случае это рецидив, региональный рецидив рака молочной железы. Пациент получил все, что можно было получить, по-прежнему продолжалась опухоль, поэтому мы сделали лимфодиссекцию, и вместе класс и я поставили... То есть то, что лежит на дне раны, это артерия коротез. Что касается корня языка, как я уже сказал, что, естественно, в современной конформной терапии есть много способов обеспечить конформность и МРТ, но корень языка, орган, который постоянно движется, и если сам источник облучения движется вместе с мишенью, то, естественно, в этой ситуации есть возможность обеспечить более конформную терапию, чем... Ну вот, то есть это как это делается на модели. Мы пользуемся не этой техникой, которую вы здесь видите. С учетом того, что мы пользовались разными вариантами, пациентам не очень удобно иметь пуговку, которая находится на корне языка, поэтому мы используем дугу, что намного дает меньше неприятных ощущений пациенту, а кроме того, ее легче удалить. Мы никогда практически не используем наркоз, когда мы удаляем аппликаторы. С учетом того, что если это дуга, то это будет технически намного легче удалить. Ну вот, я сегодня говорил о сторожевых узлах. Естественно, бракетерапия дает возможность обеспечить высокую дозу там, где это нужно, очень быстрое падение дозы, но это имеет смысл только в одном случае, если объем, который вы облучаете, вы знаете, какой это объем, и вы знаете, что это маленький объем. От рака языка, как я говорил, я надеюсь, что я говорил, это достаточно понятно, 50% пациентов с раком языка по-прежнему умирает в течение 5 лет за счет регионального рецидивирования. Но если вы с помощью, в частности, исследования сторожевых узлов можете быть уверены, что у пациента нет регионального метастазирования, тогда вы можете максимально использовать вот эту конформную лучевую терапию в сочетании с химиотерапией, вот это. Окей, естественно, это была большая опухоль, опухоль исчезла, это видно, эта женщина не оперирована, эта опухоль исчезла в результате онкологического лечения, и пациент, конечно, чувствует себя достаточно хорошо с учетом того, что у нее по-прежнему есть ее язык. Это не бракетерапия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова